Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Представляю Вам мастер-класс по вязанию вот такой милой шляпки. Знаю, Вы сейчас посмотрите в окно и скажете, а лето то прошло, но я хочу Вас обрадовать. На эту ситуацию можно взглянуть совершенно с другой стороны и сказать, лето еще впереди. И не одно. Поэтому сейчас самое время запастись пряжей и без спешки навязать таких шляпок всем желающим. А я Вам в этом видео постараюсь рассказать и показать, как связать такую шляпку на любой размер. Вязать мы будем из рафии. Кто уже знаком с этой пряжей, знает, что на рынке она стоит очень дорого. Соответственно и изделия из нее получаются неоправданно дорогими. Поэтому я задалась целью найти что-то более бюджетное, но не менее качественное. Такой вариант пряжи я нашла на Сима Лэнде. Это рафия от фирмы Артленд, в одном моточке 70 метров и 40 грамм, а цена за него не превышает и 70 рублей. Еще встречала недорогую рафию в магазине пряжа Настенька. Ссылочки для Вас оставлю внизу в описании. Эту пряжу можно применять для флористики, упаковки подарков, плетения сумок, шляп, корзин, ковриков и даже обуви. Как мы видим, это не настоящая рафия, а имитация волокна листьев пальмы – рафия форинифера. На самой этикетке больше ничего не написано, но в описании на сайте было сказано, что это 100% целлюлоза. Давайте я Вам покажу, что представляет из себя нить этой рафии. Если развернуть скрутку нити, то получится бумажная лента шириной 3 см. Лента очень тонкая и в развернутом состоянии ее можно легко порвать, но когда лента скручена в нить, она достаточно прочная. Вязать я буду крючком 3,5 мм. Делаем петлю Амигуруми и провязываем первую петельку. Теперь в эту петлю нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Аккуратно затягиваем петлю и поправляем все столбики, чтобы получился ровный круг. Теперь заводим крючок в первую петлю и провязываем первый столбик без накида во втором ряду. На него, чтобы не сбиться в процессе вязания, вешаем маркер. В этом ряду будем провязывать 6 прибавок и в конце ряда должно будет получиться 12 столбиков. Провязываем второй столбик в эту же петлю. Первая прибавка готова. Продолжаем вязать по два столбика в каждую петлю до конца ряда. Провязываем последний столбик в ряду и пересчитываем все получившиеся петли, чтобы не ошибиться. Теперь снимаем маркер и начинаем вязать третий ряд. Здесь мы будем делать прибавки через одну петельку. Провязываем первый столбик и вешаем на него маркер. Провязываем еще один столбик в эту же петлю. Во вторую петлю провязываем одинарный столбик. Дальше чередуем прибавку и столбик до конца ряда. Не забываем пересчитывать столбики, в конце этого ряда их должно получиться 18. Для того, чтобы наше вязание было ровным, без углов, я советую вязать по схеме идеального круга, которую Вы сейчас видите. Ссылку на эту схему Вы, как всегда, найдете в описании под видео. Суть вязания идеального круга заключается в том, чтобы прибавку в новом ряду делать после прибавки предыдущего ряда. Поэтому каждый ряд лучше сверять со схемой. Вот у нас начало ряда. В следующем четвертом ряду, как мы видим по схеме, нужно провязать сначала два одинарных столбика и только затем прибавку. Затем снова два одинарных столбика и прибавку. Здесь все понятно. Следующий ряд начинаем с прибавки, так как предыдущий мы закончили прибавкой. А вот в шестом ряду нужно быть внимательнее, так как начинаем мы его с двух одинарных столбиков и затем делаем прибавку. В этом ряду между прибавками должно быть по четыре столбика. Именно так мы и будем вязать весь ряд, а те два столбика, что не довязали в начале, у нас останутся на конец ряда. Таким образом внимательно смотрим на схему и вяжем наш идеальный круг. Начинаем вязать девятый ряд. В восьмом ряду у нас чередовались прибавки и шесть одинарных столбика и закончили ряд мы снова прибавкой. Значит, девятый ряд у нас будет начинаться с прибавки и между прибавками будет семь столбиков. Снимаем маркер и в первую петлю вяжем два столбика. Я решила заменить крючок на третий номер. Мне показалось, что отверстия получаются большими. Вам это делать не обязательно, смотрите по своей плотности. Не забываем вернуть маркер на первую петельку и вяжем 7 столбиков. Вот у нас была прибавка, мы над ней провязали простые столбики и в следующую петлю делаем новую прибавку. Продолжаем таким образом вязать этот ряд до конца. Итак, я провязала 9 рядов по схеме идеального круга. Дальше нам нужно будет смотреть в таблицу, которую я для вас составила. Вы можете ее скачать, ссылка будет в описании. С этого момента мы иногда будем провязывать ряды без прибавок, чтобы получилось закругление шляпки. И следующий 10 ряд вяжем, не задумываясь, без прибавок. Не забывайте вешать маркер на свое место, иначе сложно будет найти начало ряда. Итак, у нас провязан 10 ряд и донышко шляпки уже приобретает легкую округлость. Сейчас самое время заправить начальный хвостик нити, потому что дальше будет не так удобно. Берем крючок поменьше и протягиваем нить через несколько петелек, которые находятся рядом, так, чтобы ее не было видно. И обрезаем все лишнее. Дальше у нас по счету будет 11 ряд. Но на схеме идеального круга мы будем смотреть на десятый ряд, так как только что провязали один ряд без прибавок. То есть сделали в схему свою вставочку. Этот ряд у нас начинается с двух столбиков, затем идет прибавка и далее восемь столбиков между прибавками. Заканчивать этот ряд мы будем шестью столбиками. Итого в этом месте также получится восемь столбиков. Я надеюсь, что Вы уже поняли принцип вязания этой шляпки. В двенадцатом ряду мы будем смотреть в схеме на одиннадцатый ряд. Когда пропустим еще один ряд по таблице, будем отнимать два ряда и так далее. Можете для себя ставить галочки в тех рядах, которые Вы провязали, чтобы не запутаться. Провязываем первую петлю, обязательно возвращаем маркер на место. И этот ряд у нас начинается с четырех столбиков. Провязываем их. Вот была прибавка в предыдущем ряду. И в следующую петлю мы вяжем новую прибавку. Дальше между прибавками в этом ряду вяжем по девять столбиков и заканчиваем ряд пятью столбиками. Теперь смотрим на таблицу и продолжаем вязать до нужного размера. И вот пришло время поговорить о размере. Чтобы связать шляпку, которая будет хорошо сидеть, нам нужно измерить обхват головы и по формуле вычислить диаметр. Например, обхват головы моей модели равен 50 см. Делим 50 на число Пи 3,14, получаем 15, значит, я буду вязать прибавки по схеме идеального круга до тех пор, пока основание шляпки не достигнет в диаметре 15 см. Теперь давайте посмотрим на таблицу. В ней Вы видите два столбика размера. Используя ее, Вы сможете связать шляпку на любой размер. Напротив каждого ряда указано, как вяжется ряд с прибавками или без. Я даже написала, сколько столбиков между прибавками вязать в каждом ряду. Таким образом, Вы вяжете до того момента, пока диаметр Вашей шляпки не достигнет той величины, которая у Вас получилась по формуле, в зависимости от размера шляпки. От размера крючка, от толщины пряжи и от плотности вязания у Вас будет свой номер ряда, в котором закончатся прибавки. И Вам нужно будет запомнить, сколько столбиков между прибавками у Вас было в последнем ряду. У меня на обхват головы 50 см диаметр 15 см получился в 20 ряду. В этом ряду я вязала 13 столбиков между прибавками. Дальше вяжем без прибавок, а когда нужно будет начинать вязать поля, начнем с 14 столбиков между прибавками. Сейчас покажу, как нарастить новую нить, когда закончится моток. Прикладываем нить от нового мотка вдоль ряда и провязываем несколько столбиков. Теперь меняем нити местами, хвостик укладываем вдоль ряда, а новой нитью продолжаем вязать. Таким образом у нас не будет оставаться хвостиков и прятать ничего не придется. Когда мы закончили делать прибавки, продолжаем вязать ряды без них до того момента, пока шляпка не достигнет необходимой глубины. Можно примерять ее в процессе работы, а можно измерить глубину шляпки. Измеряется она от середины уха до другого уха через макушку. Затем полученное число делим пополам и при помощи поля эластичного сантиметра измеряем изделие от центра до края. Вот у меня уже достигнута необходимая глубина, без прибавок я провязала 10 рядов. Теперь вспоминаем, на каком ряду схемы идеального круга мы остановились и начинаем вязать поля. Я остановилась на 13 столбиках между прибавками, значит поля начну вязать с 14 столбиков между прибавками. В новом ряду прибавки можно начать делать в начале ряда, так как расстояние до последнего ряда с прибавками большое. Либо продолжайте следовать схеме идеального круга. Главное помнить о принципе, новую прибавку делаем после прибавки предыдущего ряда. Я делаю прибавку в начале ряда, вешаю маркер на первую петлю и дальше буду вязать 14 столбиков до следующей прибавки. За счет новых прибавок шляпка начнет расширяться. Сейчас у меня провязано 3 ряда и уже видны поля. Продолжаем вязать дальше. Как вязать поля я также указала в таблице. Нумерацию рядов начнем сначала, потому что у каждого будет свое количество к этому моменту. Но тут Вы должны понимать, что количество столбиков между прибавками, с которых нужно начать вязать поля, также будет у каждого свое. Поэтому из таблицы Вам нужно понять только принцип чередования рядов с прибавками и без. Для маленьких размеров это через два ряда прибавок, ряд без прибавок. А для больших размеров три ряда с прибавками, ряд без прибавок. И в заключение надо будет провязать два ряда без прибавок, чтобы поля приняли нужную форму. Здесь у меня провязано восемь рядов. Сейчас я планирую провязать еще два ряда без прибавок и поля еще больше подтянутся и закругляться. Вы смотрите сами, как смотрится Ваша шляпка и по своему вкусу заканчивайте вязание. Итак, моя шляпка закончена. Сейчас нам нужно связать заключительный ряд, который придаст полям шляпке завершающий вид и сгладит ступеньку в конце ряда, провязываем этот ряд полустолбиками или соединительными петлями, это одно и то же. И в конце ряда обрезаем ленту, вытягиваем ее из петли и заводим под следующую петлю. Чтобы было удобнее, можно взять крючок поменьше. Нам нужно продеть хвостик ленты в последнюю петлю обратно. Теперь хвостик прячем в ближайших петлях и обрезаем лишние. Таким образом у нас получился идеальный край. Ступеньки незаметно, сейчас мы шляпку еще отпарим и руками придадим ей нужную форму. Шляпку можно украсить красивой лентой. Чтобы она не потерялась, прихватим потом ее в нескольких местах простой ниточкой, сейчас это просто примерка. На эту шляпку 50 размера у меня ушло 3 целых мотка рафии по 40 грамм и 70 метров. И еще примерно пол мотка осталось в остатке от четвертого. Сейчас я его взвешу и скажу сколько точно осталось. Ну вот, 20 грамм остаток. Значит, я извязала ровно 3,5 мотка. Чтобы отпарить шляпку, наденьте на банку мягкое полотенце и сверху шляпку. Только не натягивайте, чтобы шляпка не растянулась. Пройдите отпаривателем вокруг, поправляйте места, которые хочется исправить. Вы увидите, как шляпка на глазах начнет выравниваться. Имейте в виду, что рафия отлично впитывает влагу, поэтому не пугайтесь, шляпка у Вас станет тяжелой. После отпаривания оставьте ее на ровной поверхности и не трогайте, пока она не высохнет. Итак, шляпка моя готова и уже не одна. Своим хозяйкам они очень нравятся. Надеюсь, что объяснила все понятно. Если что, пишите свои вопросы в комментариях. Или просто пишите что нибудь, буду рада. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Не забудьте поставить лайк. С Вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока, пока.